Беларусь 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 Мы как активная часть общества, такое, скажем, несистемное гражданское общество, потому что нас не регистрируют ни в каком статусе, сейчас покажу, ни в каком статусе вообще не пускают. То есть все, кто стоит на протечественных позициях, вот на этих, они все не регистрируются, то есть они вне поля активности. Начали регистрироваться вот такие структуры, то есть чисто национального толка. И если у нас было в 20-м году, да, три типа патриотизма, то есть был профашистский, прозападный, который исключает русский язык, исключает общерусскую нашу платформу развития, общерусскую историю, вот такой флаг, да, у нас был чисто национальный патриотизм, он и сейчас есть, это Беларусь, белорусская Беларусь, и, соответственно, проотечествие, то, которое я представляю, то есть это патриоты единого отечества, вот то, о чем сказал Виталий Владимирович сейчас в своем интервью, о том, что предки нам передали могучую державу, единую. Мои два деда погибли, один у меня дед Орловский, один у меня Витебский, и они оба погибли, потому что им нужно было защищать эту державу, и они нам ее передали, и первые были в атоме, и первые были в космосе, но сегодня все тихонечко изживается, под достаточно благовидным предлогом, под достаточно благовидным. В итоге у нас на сегодня осталось, следующий слайд, пожалуйста, два типа патриотизма, да, назад верните, пожалуйста, еще раз. Что мы делали в этот момент? Здесь вот момент моего выдвижения, патриотические силы обратились ко мне с инициативой, что такая русофобия дикая, что просто на улицах никого нет, кроме вот этой вот массовки, да, нам нужно как-то заявить своего кандидата в президенты, это были президентские выборы. Общественные патриотические структуры обратились ко мне, меня выставили кандидатом, претендентом кандидата на постпрезидента, и, собственно говоря, в момент моего выдвижения записан, вот это вот как раз, здесь вот общественники выдвигают, ветераны различных общественных движений, но не зарегистрировали, почему? Потому что я родился и вырос в Сибири, я сын советского офицера белоруса, и, соответственно, поскольку я родился не на территории Республики Беларусь, по Конституции регистрировать кандидата в президенты нельзя. То есть, ну, ты не местный, то есть, вы понимаете, да, иностранец, иностранец, вот такая вот ситуация. Следующий слайд, пожалуйста. То есть, первая попытка не регистрация, все, не получается. Сегодня у нас два типа патриотизма, очень интересный момент. 1 февраля меня пригласили выступить в Институт экономики перед идеологами. У нас есть такая должность, идеолог, главный идеолог, ну, допустим, зам директора по идеологии. Я приехал туда, начал рассказывать, в общем-то, нашу общерусскую историю, нашу общерусскую платформу о том, что мы народ одного корня, то есть, по сути дела, белорусский народ, русский народ, то есть, мы один народ, у нас одна история. Кстати, один из идеологов поднял руку, значит, ну, как, с флажком здесь вот, да, он сказал, не-не-не-не-не-не-не, говорит, не-не-не, мы особливые, мы особливые. Мы особливы. У нас своя краина, то есть свое государство. И поэтому то, что мы тут говорим, это не о нас. Дядечки такой возрасте, такой нормальный. Ладно, если это частное мнение какого-то лица. Это человек, который составляет идеологический корпус крупного предприятия. И он влияет на умы людей, в том числе молодежи, которые там работают. Но мы на этом не остановились, пошли дальше. Решили как-то узаконить наше патриотическое движение, проотечественное. Все-таки нужно отечество восстанавливать. И мы вот этой идеей там пропитаны. И этих людей там, ну наверное я бы сказал вам, все-таки большинство. Вот сегодня в современной Белой Руси живет большинство людей вот такого мировоззрения. Большинство. Несмотря на всю вот эту вот пропаганду национальную. Белорусы, белорусы, белорусы для белорусов, белорусы, 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 белорусы. Белорусы! Это не люди, которые вышли с конкретной территории, а это отдельная этническая группа. Отдельная от русскости. Вот в чем замысел, да? Ну так же с Украины начиналось то же самое. То есть отдельная этническая группа. Она как бы отличная. У нас нет ничего такого. У нас есть даже появился древний белорусский язык. Хотя известны только древнерусские летописи. У нас вместо Великого княжества литовского и русского только Великое княжество литовское и значит только литовские князья. Много изъянов и понятно, что это управляемый процесс. То есть сейчас я переведу свое выступление, как говорится, во вторую часть, после еще пары слайдов, чтобы нам выйти из состояния статистов о том, как нас с вами уничтожают. Выйти из состояния статистов надо обрести властную возможность. Стать объективно решающей силой, принимающей решения. Иначе мы констатируем и являемся статистами, потому как у нас не получилось или в очередной раз констатируем, как в отношении нас как гадко поступают. Пора все это заканчивать. Идем дальше, пожалуйста, будьте добры. Значит, у нас осенью уже 21 года глава государства Александр Ильич Лукашенко выступает с идеей переформатировать политическое поле. Мы схватили эту идею. Очень высокая была политизация. Очень высокая была политизация в 20-м году. Люди искали чего-то нового. И мне пришлось вместе с соратниками три круга проехать по стране. Три круга. За рулем три круга встречаться с людьми, много провести встреч. Мы собрали достаточное количество учредителей. Нужно было тысячи учредителей. Кстати, в России, чтобы зарегистрировать партию, сколько нужно учредителей? Кто знает. Больше 500. Совершенно правильно. У нас при количестве жителей 9 миллионов надо собрать 5 тысяч теперь. После того, когда мы собрали, ну, была тысяча, была тысяча. Как только мы собрали и заявились на съезд, сейчас покажу фотографию, тут же было принято решение по обратным связям через определенные службы, как вы понимаете, мы получили информацию, чтобы мы не смогли дальше продвинуться, в принципе. Знаю, Валов, еще поездили, еще поездили. 5 тысяч теперь пособирай, давай, братишка, давай, покатайся еще. Годика 3-4. Без медийной поддержки. Вы понимаете, да? То есть издевка чистейшего, это хамство чистейшее. В отношении нас, людей, которые там живут. Это же наша родная земля. Деды мои там лежат. И вот что получается. Мы взяли за эту идею, пожалуйста, следующий слайд, и провели съезд в концертном зале Минск, все красиво. Значит, учредители приехали со всей республики, мы сформировали органы управления, приняли программу, название, избрали главу в моем лице, все хорошо. Подали в Миньюз, Миньюз говорит, нет, у вас вот тут буква, значит, неправильная буква, здесь у вас, значит, неправильная, ну, точнее. Короче говоря, вы понимаете, да, что следующая революция будет против юристов. Вы понимаете, да? То есть они четко обозначают, как пришел уважение к Сергею Николаевичу, да, ну, как они сегодня все это переворачивают, да, это просто потрясающе. Они нам просто все перевернули, потому что, а почему не зарегистрировали нашего кандидата президента? А потому что он проотечественный. А почему не зарегистрировали партию за отечество? А потому что она проотечественная. Идем дальше, коллеги. Давайте дальше, следующий слайд, пожалуйста. Значит, еще один пример циничности, которую мы не можем принять, потому что мы потомки победителей-освободителей. Вот никогда вот это вот не примем. Вот смотрите. Значит, у нас в республике существует такая национальная акция. Беларусь помнит. Она посвящена памяти жертв Великой Отечественной войны. Героев и жертв, да? Ну, помним, есть такое понятие «бессмертный полк». Это международная акция, да? 124 страны мира ходят в международную акцию «бессмертный полк». У нас введена национальная акция. И вот в чем самый главный момент? Обратите внимание на символику. Нами управляют символы, знаки и образы. Если мы хотим связать наше текущее положение, наши как бы архетипы глубинные, связать с теми яркими событиями побед, которые нам добыли наши предки, символика того времени будет абсолютно идентичной символике, даваемой сегодня на праздники. Как у нас выглядит символика Дня Великой Победы? В акции «Беларусь помнит». Посмотрите. Вы видите здесь что-нибудь напоминающее вам? Что-нибудь напоминающее вообще Орден Победы, Гвардейскую ленту, Знамя Победы, Знамя Советского Союза? Что здесь есть из того, что было в 45-м? Даже знамени красно-зеленого не было в 45-м? Абсолютно правильно. Это бутоньерка, так называемый, яблоневый цветок. Это новодел. Новодел специально сделан для того, чтобы разделить «Беларусь помнит» с бессмертным полком. Мои соратники, ветераны, очень заслуженные люди. Есть 15-кратный олимпийский чемпион, есть ветерал-лентинант спецслужб, есть очень заслуженные люди в республике, мои соратники движения «За Отечество», они через кровь, через пот, через боль добиваются разрешения на проведение бессмертного полка каждый раз на 9 мая. Это где республики партизанки, вдумайтесь. Беларусь, республика партизанка. Брестская крепость-то. Ну как такое может быть? И каждый третий, да, каждый третий. Это просто немыслимо. Немыслимо. Это сегодня то, что мы, то, что мы сегодня пытаемся преломить, потому что без единого Отечества нету будущего. Нету будущего. Это буферная зона, которая, не дай бог, решится какой-то поддержки или защиты со стороны России. Все. Все. А это несколько дней буквально. Какая бы сильная армия в 60 тысяч у нас не была, как вы понимаете, это не решение вопроса. В 20-м году бомбардировщики стратегические просто летали вот так вот по границам. Вот так вот летали по границам. Потому что все было готово к навведению польских войск на Республику Беларусь. Август 2020 года. Сейчас я покажу, как это было подготовлено. Очень интересно тоже. Так вот, смотрите. Мы выходим, мы каждый раз выводим вот этих людей, каждый год выводим Бессмертный полк. И вы знаете, здесь интересное было высказание про трезвость Владимира Георгиевича. Напишите трезво или трезво и зачеркните то, что от вас требовали. Знаете, что требовали от наших ветеранов в управлении юстицией? Говорили, напишите Бессмертный полк, уберите, напишите, Родина помнит, и мы вас вот вечером регистрируем. Вы представляете? Их пугает само название Бессмертный полк, потому что это проотечественная, общерусская акция, которая показывает, что мы один народ. Вы понимаете? Аплодисменты. Спасибо вам. И вот самое интересное. Нам дают возможность собраться на Октябрьской площади. Дают такой небольшой пятачок тем, кто на Бессмертный полк пришел. А акция «Беларусь помнит» выстраивается прямо на проспекте. И мы идем вдоль проспекта, идем с дочкой старшей, я иду к Бессмертному полку, где-то километр идти нужно так приблизительно. И мне дочка спрашивает, старший, папа, а почему в колонне «Беларусь помнит» нет ни одного знамени победы? Я так останавливаюсь, посмотрел вправо в конец колонны, вперед, может километра полтора она. Ни одного знамени, только красно-зеленые шарики. У меня возникает объективный вопрос, что Беларусь помнит? Что она помнит тогда, если у нее нет знамен победы? Что мы сделали? Мы взяли, у нас были с собой заготовлены огромное количество гвардейских лент. Мы прямо встали вдоль бордюра. Спецслужбы, которые охраняют, нам не мешали. То есть нас поддерживали. Мы встали просто прямо между ними. И прямо шли и раздавали вот так вот в колонну, раздавали гвардейские ленты. К нам подходили аж с того края. То есть вы понимаете, мы понимаем, что это все управляемый процесс. И цель его ясна. Отрыв Белой Руси от общей, великой, святой Руси. Нельзя этого допустить, ни в коем случае. И мы этого не допустим. Значит, очень интересный момент, очень интересный момент, это латинизация на белорусских улицах. Я вам приведу пример. Вот здесь написано, плохо видно, извините, проспект Пиромошцаул. Проспект Пиромошцаул. Пиромошцы — это победитель. Площа Парабоги — это площадь победы. Ну, проспект Пиромошцаул. И вот здесь, к сожалению, не видно, как написано по латинице. Латиница взята не с русского языка, а с белорусского языка. И те буквы, которые невозможно представить, как бы, в латинском, в латинской транскрипции, классической, да? Представлены буквами польского языка. И вот весь Минск был подготовлен, перелатенизирован на польский язык к августу 2020 года. То есть реально ждали, вы представляете? И потом уже глава государства у нас выступил с обращением, сказал, да, мы вот выявили, что у нас полторы тысячи НКО работает на западные деньги на разрушение государства. Вы представляете, они выявили, что полторы тысячи НКО работает на западные деньги, это было официально, по новостям. А наши патриотические организации не регистрируются, потому что они про отечественного толка. То есть британа-польская агрессия, которая шла с уровня, значит, с 2020 года, она продолжается. Просто она вошла в фазу управления в системе вертикали. В системе вертикали на ключевых позициях стоят люди, у которых четкая установка. Не пропускать, исключить только национальное, пожалуйста. Потому что туда все особливые, то есть все ВЧБ сейчас где? В национальной части. Они все теперь под другим флагом, то есть они под другим флажком. Он красный-зеленый, но они все там, вы понимаете? Как угодно, только не русское. Вот как угодно. Ну так же нельзя. Вы согласны со мной? Да, верно. Что вы все такие серьезные, я не понимаю. Вы все серьезные все, а? Очень интересно. Да я сам себя слушаю, мне самому интересно. Все нормально. Да, давайте дальше, давайте дальше. А теперь, как я стал иностранцем, это удивительная история. Есть такой замечательный город Владимир. Знаете город Владимир? Да. Коллеги, кто не помнит, у меня фамилия очень редкая. Иванов. Иванов, да, Иванов. ВГТРК, ВГТРК попросила меня дать интервью. Это реальная история. Я приезжаю, у меня белорусский паспорт. Подаю на входе охраннику. Охранник открывает паспорт. Там написано, место рождения город Томск. Ну, Сибирь, да, то есть моя родина. Родина моя, Россия великая, да. Иванов. И говорит, а мы вас не можем пустить. Говорит, нет. Я задаю вопрос, естественно, вот, я говорю, почему вы иностранец? Я говорю, фамилию вы, почитайте, пожалуйста. Где я родился, почитайте. То есть, представляете, до чего нас довели? До чего нас довели? Это же просто издевательство. Это сверхцинизм, который дальше терпеть нельзя. Мы же не можем это передать нашим детям. Вот у меня внучка растет. Я не представляю. Я хочу, чтобы дети и внуки видели другую Россию, другую Святую Русь. Наша задача построить ее. Это значит в наших поколениях. Правильно я говорю? Вам объяснено тогда. Пожалуйста, дальше. Самые свежие, самые свежие, самые свежие, самые свежие новости. В феврале 24-го года в Беларуси мы идем в депутаты. Мы идем в депутаты. Значит, это вот наш герой Афганистана, это я, еще несколько человек. Мы в разных городах специально провели подготовку, создали инициативные группы, сформировали рекламные материалы, запустили процесс спора подписей, собрали подписи, подали документы на регистрацию кандидатами. Всех, кто от отечества, всех-всех-всех-всех-всех, всех вычинили и никого не пропустили, включая меня. То есть, вы понимаете, да, процесс работает как? Значит, самое интересное, что я могу сказать по поводу социального среза. Мне пришлось собрать самому почти 600 подписей. Вот вы представляете, в сегодняшнем состоянии вы заходите в незнакомый дом и нажимаете на кнопку звонка. Как вы думаете, это стресс? Конечно. Вот у меня было, лично у меня было почти полторы тысячи контактов. Чтобы собрать 600 подписей, было полторы тысячи контактов. Я ходил вот с таким раздаточным листком, значит, тут, правда, не было у меня такого красно-зеленого, было бело-сине-красное, да. И буквально 2-3 человека сказали, а, российский, и закрывали дверь. То есть, они по цветам российский, закрывали дверь. Ну, это 2-3 человека из 600. То есть, пока как бы, ну, статистика не критическая, да. Были такие же молодые люди, парочку человек, которые говорили, у нас своя окраина, Россия это не наша, и закрывали тоже дверь. Подчеркиваю, это единичные случаи, да, единичные. Но если посмотреть на массовый срез, то что я там обнаружил? Я увидел, что в обществе реально апатия, реально страх, причем как с той, так и с другой стороны. Реально безволие и растерянность, вы понимаете? То есть, они обозлены на все, на все. То есть, некоторые держали вот так вот за ошейник собаку, которая рвалась, чтобы, вот, на задних лапах стоить, на нас лает, прямо сейчас вот сорвется, вот так вот держит. Некоторые говорили, что ничем вам не верим, все эти ваши выборы, все это туфта. И где-то процента 2-3, которые выходили и говорили, молодцы, что пришли, настоящие ребята, спасибо вам большое, мы вас поддерживаем, придем голосовать, ну и так далее. В общем, надо признаться, что морально-психологическое состояние современного русского народа, который живет сегодня в Белой Руси, оно достаточно подавленное, достаточно подавленное, и его нужно как-то пробудить, вот то, что мы ставим себе в задачу. Но нас не пускают в медийную структуру, потому что, если нас впустить в медийную структуру, то информационное состояние общества будет просто быстрее меняться. Это понимают те, кто управляет информационными потоками. Идем дальше. Русский мир продвигается. 14 ноября, вот это посольство Российской Федерации, республики Беларусь, здание посольства, здесь Борис Вячеславович Грызлов возглавляет сейчас. Это памятник великому благоверному князю Александру Ярославовичу Невскому. Напоминаю, что Александр Ярославович был женат на Полоцкой княжне. То есть в нас в принципе, и это не был не белорусский князь, да, Васильевич? Это были русские князья, это древнерусская земля. И Елена Ивановна Глинская, Глинская, мама царя Ивана Грозного, который был Грозным для врагов, но милостивым для Родины нашей. Она откуда родом? Из Полесья, то есть это все наша одна земля, да? И вот появление этого памятника, приехал Борис Вячеславович, приехал советник президента, не помню, Владимир Мединский, кажется, да, Владимир. Владимир Мединский, да, они великолепно выступали, сказали о том, что, значит, многие невзгоды прошли вместе, остаются союзными, эти две ветви являются более чем соседними, даже более чем братьями, сказал Мединский. Он сказал аккуратно, потому что мы действительно один народ, но это усиленно не культивируется в информационное поле, усиленно не культивируется. Самое интересное, что мне приходится давать интервью, и допускает меня только российская площадка, Спутник, я периодически там даю интервью, и мы давали постоянную информацию через Спутник о том, что нужен единый учебник истории, единый учебник истории, единый учебник истории, сделали единый учебник истории. И перевели его в факультативное ознакомление. То есть он необязательный, все изучают историю Беларуси и историю России. То есть как бы разные немножко трактовки. Как вы понимаете, хронологический приоритет закладывает или единство, или разобщенность. Поэтому тоже такой нюанс. Но продвижение русского мира идет. Это целое событие, то, что у нас появился конный памятник, конный памятник. Конь это что? Это символ чего конь? Народа, народа. И народ делает шаг вперед. Пожалуйста, давайте дальше. Что происходит сейчас, да, если посмотреть на то, все-таки как перейти к управленческой составляющей. У меня буквально 4 слайда, я заканчиваю. На однодолларовой купюре изображена модель глобального управления, которая сейчас рушится. Здесь снизу написано новус орду секлорум, новый мировой порядок. Глобальная элита, все остальные камешки, все страны знают свое место. Каждый свирчок должен знать свой шесток. На чем строилось их безраздельное господство? На целостном знании о мире. Их обслуживала элита, которая была недосягаемой. И все остальные мы находились вот здесь. Это стратификация, западная стратификация, как бы устроения государственности. И здесь, соответственно, что стало причиной того, что сейчас вот эта модель, то есть те, кто эту архитектуру разработал, они не угадали. Не угадали с тем, что она будет навсегда. Почему? Потому что закон времени, так называемый, о котором писал еще Пушкин, он заключается в том, что вот скорость смены поколений, вот скорость смены технологий. Вот это приблизительно середина прошлого века, да, совпадение двух частот. Раньше технологии менялись медленнее, чем поколение. Можно было получить одно образование хорошее и всю жизнь ехать на этом знании. Правильно? Сейчас у нас вот так меняются технологии, а вот так поколение по-прежнему. Получается, что вам нужно что в течение жизни постоянно? Постоянно переучиваться. Для этого нужна честь, потому что честь связана с творческой компонентой. Напоминаю вам из исторического примера. Заседание Госдумы в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. На первом ряду сидит премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин. Либеральное крыло депутатов решило облить грязью публично Петра Аркадьевича и выпал жребий на Тверского депутата. Тверской депутат вышел на трибуну и поливал грязью ровно 15-20 минут, сколько у него было времени, Петра Аркадьевича. Петр Аркадьевич сидел на первом ряду с каменным лицом, совершенно спокойно слушая того, кто ему что-то сообщает. Под занавес выступления он наклонился и что-то сказал на ухо своему помощнику. Помощник вышел. Соответственно, через час объявили перерыв, все выходят, там такой думский зал есть, кто был в Таврическом дворце, небольшой это по Екатерининский зал. И вот все вышли в Екатерининский зал, к этому депутату подходят двое мужчин во фраках аккуратно, вежливых, и говорят, пожалуйста, выберите оружие, завтра в 5 утра вы стреляетесь со Столыпина на дуэль. Вы можете представить? Аплодисменты. Основа. Основа нашей северной цивилизации – это честь. Она всегда поддерживается во всех сообществах именно так. И ему пришлось, утирая сопли слюни, прошу прощения за фамильярность, идти в Госдуму и публично извиняться перед Петром Аркадьевичем Столыпином. Столыпином упростил, но руки больше не поддал. Это такая важная компонента. И вот как раз сохранение чести, она позволяет обеспечить максимальный творческий потенциал. Творческий потенциал нам нужен для чего? Для того, чтобы в этой составляющей, в основных обновлений, то есть закон времени, успевать осваивать новые знания. Это сегодня ключевой момент, который нужно воспитывать в детях, в школьниках. Отцы должны быть примером в этом. Сегодня во всем мы должны нравственно-этическую компоненту, а я подчеркиваю, это самоценностная категория для нашего народа, честь. Мы должны уметь ее беречь, сохранять и укреплять. И это должно быть нормой межличностного общения. И тогда очень многое изменится. Дальше, пожалуйста. Спасибо большое. Вам нравится? И мне самому нравится. Спасибо большое. Итак, Северная Евразия. Вот он, наш континент. Нас говорят, что сейчас идет война Запада и Востока. Нет, это ошибка. Запад и Восток, евроамериканская западная цивилизация, Восток путинский, коронический, понятно, Северная Евразия, Северный континент, 19 признаков моей второй книги. Они все описаны, наш уважаемый почетный полярник. Это все исследовал, кто знает, кто проходил его ранги. Сейчас мы в Минске проводим 9, 19, 20, 21 апреля, 9-й северный деловой форум Ливадия. Почему он северный, понятно, то есть наш, наш русский. Почему Ливадия? Потому что три человека, которые ненавидели друг друга, в Ливадийском дворце вынуждены были сесть за круглый стол и договариваться. То есть это чистая наша русская традиция. Не диалог культур, а триалог. Что позволяет сделать триалог? Найти решение, когда каждый из сторон решает того, чьим? Своим. То есть, представляете, русская конфликтология. Бесконфликтно. Почему в России не было никогда ни межконфессиональных, ни межнациональных органов? Потому что был триалог. И сейчас нужно восстанавливать это все, вводить в систему управления. Но в государственности, к сожалению, преподают менеджмент. Поскольку я автор проекта «Антименеджмент», теперь называется «Делоуправитель», я буду добиваться, чтобы в России менеджмент, слово «менеджмент» и «менеджмент» запретили законодатель. Просто запретили законодатель. Это величайший обман. Величайший обман. Там главный труд любой социальной системы, управленческий. И я все время рассказываю менеджерам. Я сейчас ездил по Уралу, выступаю в бизнес-клубах самых крутых. Специально тестирую, как работает наша программа, которую мы предлагаем. Всех накрывает. Сразу говорю, всех накрывает. То я вам привожу пример. Вот смотрите. 41-й год. Фашистская Германия наступает очень быстро. В Белгороде находится металлургический комбинат. Металлургический... Какое должно быть качество управления? Вдумайтесь, все вручную делалось. Все записывалось на бумаге, а не в компьютер. За 7 дней разбирают, за 7 дней разбирают металлургический комбинат, грузят его на 9000 платформ. Это все же нужно с номенклатурой, все переписано, все по последовательности. Перевозят в Челябинскую область, собирают и через 3 месяца он выходит на проектную мощность. Такое может решить менеджмент? Никогда. Это решали наши управленцы, которых внутри служения, связь с высшей силой, без Бога это сделать невозможно. Вы понимаете? Нужно это делать, нужно. А в Майберии вообще самое лучшее управление с 20 века. Поэтому школы управленческие сегодня в России отсутствуют. Сегодня учат бизнес-администрированию. Есть такая степень MBA. Слышали? MBA. Спрашиваю, как расшифровывается? Предприниматели спрашивают. Они такие что-то думали, думали, не смогли ответить. Я говорю, мастер бизнес-администрирования. Я говорю, но самая высшая степень. Вот помните, как яхту назовешь, как? Так на ней и напиши. Правильно, да? Значит, как яхту назовешь. Я говорю, знаете, как? Самая высшая степень. Вот дурят нашего брата. Я не могу. Дурят там? Ну, невозможно. Знаете, как? Ди-би-эй. Закончить. Доктор бизнес-администрирования. То есть закончишь и станешь ди-би-эй. Ну, понимаете, да? То есть, как яхту назовешь. Я говорю, ну, неужели мы тут дурят-тус только еще будем терпеть? На своей земле нельзя. Хватит. Хватит. Давайте будем управлять, да? Давайте дальше, пожалуйста. Итак, на Западе общество делится на элиту и на гражданское сообщество. И гражданское сообщество борется с элитой за свои права. У нас все по-другому. У нас государственность дело общее. У нас воевали все. Крестьяне, работяги, графы, дворяне. Все воевали. Толстой, кто не помнит, был граф. Все воевали. И он получил медаль за храбрость из рук императрицы Екатерины. За свой тот героический форт, да? Когда солдаты его благотворили. Воевали все, все войны мужчины. Все. Без исключения. И у нас дело общая государственность. Это на Западе есть элита. Вот эта пирамидка. То есть толпа и элита. И это гражданское общество борется с элитой за свои права. И вот смотрите. Принципы великого князя Александра Невского. Их на самом деле четыре. Я написал три, но их четыре. Если позволите, я скажу. Итак, первый. Есть объективные процессы. В обществе есть объективные процессы. Тренды и изменения, так называемые. Правильный политик, он всегда их улавливает и понимает, куда общество и чего общество ждет. Так же делают и глобалисты. Точно так же делают. Формируют тренды и потом перехватывают их управление. Первый принцип. Плыви по течению. Первый принцип Александра Невского. Завет нам с вами. Но греби в свою сторону. Второй принцип. Курочка по зернушку. А изба стройнется как по бревнушку. То есть стратегия мелких шагов. Следующий принцип. Обращай врага. Обратите внимание. А он был другом сына Баты. Сам возил во рту. Дай. Кстати, дипломат какой. Воин великий и дипломат. В 20 с копейками лет. Обращай. Делай врага безразличным, а безразличного другом. Это вот такая важная вещь. И четвертый совет, самый главный. Все свои дела, все свои усилия делай во благо чего? Святой Руси. Все во благо Святой Руси. Значимые идеи служения Святой Руси. Все, что вы делаете, должно иметь сверхидею. Во благо общее. Другого варианта не может быть. Давайте поаплодируем за это Александр Ясков. И пожалуйста, следующий, последний слайд. Значит, кратко расскажу. Здесь не видно. Здесь не видно. Мы используем в системах управления не иерархию, а взаимовложенность. Представьте, что это матрешка. Как связаны процессы макро и микро уровня. Если здесь неправильно что-то сделано, неважно, как мы совершенствуем вложенные контуры. Всегда будет перекос в системе. Поэтому мы четко выстраиваем министерство. Это для системы госуправления. Мы выстраиваем министерство определенной последовательности. Ну, наверху у нас просвещение, диалоги, информация. Потом у нас идет наука и так далее. И они имеют четкую иерархичность. И смысл в чем? Почему именно взаимовложенность? Потому что каждое вложенное министерство должно работать на объемлющую систему. Тогда ее целеполагание правильное. Если мы к системе госуправления, в зависимости от исторического момента, будем строить исходя из такой приоритетности, у нас всегда все вложенные структуры будут работать на приоритетную цель. Вот так должна быть организована система госуправления. Мы это перевели на корпоративную среду. Мы преподаем везде по России. Сейчас показываем, что управленческие школы это вот это. Это и есть правильная теория. Все остальное менеджмент это не для нас. Он у нас не работает. Ну и в конце я хотел бы показать маленький клип, если позволите. Будьте добры, включите, пожалуйста. Здаруюсь, друзья мои. Все, спасибо большое. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...